классно это сколько еще раз ему три месяца а лена там с маленьким возится уйти го а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Короче, с супом что происходит дальше? С бульоном Мы с вами все прекрасно понимаем, что нужно оставить на 2 часа Хотя бы его провариться Можно на 3, можно на 4 Но солянка это суп, который нам с вами заменяет Ну не маму и папу, конечно Маму и папу никто не может заменить Но и первое, и второе Поэтому бульон должен быть очень наваристый Оставляем на 2 часа Минутка полезной рекламы Мы с вами находимся сегодня на базе отдыха и лоранта Она находится под Выборгом Это место невероятной красоты Что мне здесь... Это уже традиция То есть мы каждый год ездим сюда А бывает и 2 раза в год, надо сказать Мы бы здесь вообще, может быть, жить даже остались Но, к сожалению, пока не предлагают Разумеется, красивые ставочки природы я буду делать Но, ребята, это неописуемо Правда, те, кто были в Ленинградской области Ближе к Карелии Те понимают, какая здесь невероятная красота И рельеф местности, да? И природа, и деревья, и сосны И это все ты выходишь И прям кайф Баня, ресторан, настольный теннис, бильярдная Это я все перечислять не буду Разумеется, все здесь это есть Здесь даже есть чан Мы в нем были, кстати, в этот раз Вот такая штука Я так понимаю, что он запаривается Запаривается, разжигается дровами Ты сидишь там Можно бульон, в принципе, сделать Но невероятно интересная штука И такой экспири... У меня просто такого еще не было С баньки выходишь, сел туда Как такая, знаете, русская джакузи, я бы сказал Территория Иллоранта действительно очень большая И здесь будет интересно и весело Как взрослым, так и детям Здесь для них все сделано Здесь игровые площадки Как она? Трын-трова поет Трын-тропа есть Боже, ну там просто восхитительно Все сделано своими руками Ребят, я вам просто настоятельно рекомендую Обратить внимание на это место Потому что здесь невероятно комфортно И здесь получаешь какое-то действительно наслаждение от жизни Ну, как для меня У ребят есть еще одно направление Это ферма Они производят мясо птиц и молоко Ребята, вы злые или нет? Да, куда будут потом экскурсии Ну, скажи еще что-нибудь Интересно, это девочка или мальчик? Девочка, видно же А то тоже видно, что мальчик, да? Ну, там патриарх же А ты как их различаешь? Также свое производство сыров Полуфабрикатов Котлеты пожарские Боже мой, вкуснейшие Не так давно они запустили интернет-магазин С доставкой фермерских продуктов Два раза в неделю идет доставка по Санкт-Петербургу и Ленобласти Мы сюда приезжаем, наверное, раз уже пятый, шестой И вы знаете, никогда не было ощущения на базе отдыха Что ее забросили Что ее начинают выдаивать, знаете, денежно Нет, здесь всегда чисто Всегда порядок Ты видишь, что строится Ну, помнишь даже тропа так называемая То есть, ты видишь, что люди делают для людей Чтобы было интересно сюда приезжать Чтобы можно было приезжать сюда со своими детьми Показывать, рассказывать Озеро невероятной красоты здесь находится Единственное, конечно, мы сюда приезжаем всегда осенью Поэтому мне поплавать здесь не удается Но бахнуться в ледяную воду после бани Это всегда пожалуйста В общем, ферме я желаю дальнейшего процветания Все, ребята, у вас хорошо Главное сохраниться на вот этой высокой планке И продолжать делать хорошее дело Все ссылки на интернет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Представил DimaTorzok Боже мой, там шашлык Какого черта? А это не Соленка,похлебкин готовил по-другому Знаем мы тут таких ребят В общем мы ничего против не имеем Просто на мой взгляд Кулинария такая вещь в которой в каждой семье готовят По-разному А Соленка согласитесь это можно сказать Суп из народа Можно так сказать, интересно или нет? Нет Лешъ Он не из народа как-то странно звучит Да, суп из народа плохо звучит В общем мы оставили на сутки Продолжение следует... 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 Продолжение следует...